Цирк Филатовых знают во всем мире. Гастроли этих династийных артистов проходили в Владивостоке 11 лет назад, еще в старом здании. И вот, наконец, двери цирка снова открылись. Новая программа – это уникальное сочетание дорессуры, иллюзий и клоунады. Номера связаны между собой, поэтому на протяжении двух с половиной часов перед зрителями разворачивается красивый, захватывающий спектакль с оригинальным парадом, не похожим на другие программы. У нас молодежная программа, в основном молодые ребята, которые тоже династийные. Они, понимаете, они все тоже из династии пришли сюда, в этот цирк, не с улицы, а вот они знают, что такое труд, что такое создать номер, как его отточить, показать на зрителей. Это очень важно. Цирк Филатовых привез с собой собственный шоу-балет, тонны светового оборудования и оформления. Валентина Филатова и ее партнер Владимир Максимов в коллективе отвечают за элезионный блог. Театрализованный сюжет номера «Семейка магов» прекрасно гармонирует с уникальным действием. Артисты с большим актерским мастерством исполняют свои роли в игровой манере, непринужденно выполняют каскад оригинальных волшебных трюков. Гвоздь программы – крупнейший неповторимый аттракцион «Медвежий цирк династии Филатовых». 15 косолапых воспитанников составляют группу Александра Филатова, представителя пятого поколения. Медведи выступают как акробаты, жонглеры, велосипедисты и даже мотоциклисты. Хищника, да, заставить что-то делать против его воли – это, в принципе, практически невозможно и никому не нужно. Поэтому мы стараемся находить общий язык. Все медведи разные по характеру, поэтому мы ищем каждому свой подход. Научить медведя поднимать велосипед и ехать – это один из самых сложных трюков, потому что в цирке, наверное, вы привыкли видеть, что медведи выпускают, а не сразу ездят. А по ходу это легче намного, чем поднять и удержать равновесие и поехать. На этот трюк можно потратить и 7 лет. Также большую радость детям доставляет появление на манеже экзотических животных – летающих пеликанов, грациозных верблюдов, игривой ламы и целой семьи дикобразов. Дрессированные собачки-супергерои комично исполняют различные трюки, насыщая репризы особым настроением. «Нравилось? А что больше всего?» «Ну, последний номер». «Кто?» «Которые боятся?» «Которые на кольцах крутились, вот эти вот мальчики». «Это вот оно как-то более маленьким детям приближено. Внучка в восторге, а обо мне вообще говорить нечего. Актеры молодцы, умницы. Мы очень довольны». «Вам понравилось представление?» «Да». «А что больше всего?» «Лоу». «Да, нам понравилось очень представление. Ну вот сейчас последний номер был, где колесо смелости, там где два молодых человека. На этом колесе мы сидели, у нас аж ладошки все вспотели». Династия Филатовых в этом году отмечает 185 лет с момента основания. Это одна из самых прославленных фамилий в мировом цирке. Артисты подготовили для жителей Приморья сказочное новогоднее шоу, которое будет длиться все праздничные дни до 16 января. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.